В пятницу столицу Верхневолжья вновь посетил с рабочим визитом руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Главной целью поездки в наш регион стало участие в старте проекта «Шаги к профессии», рассчитанного на популяризацию перспективных рабочих профессий среди молодежи. На базе центра КАМАЗ в Калининском районе прошло знакомство 30 воспитанников старших классов социальных учреждений с профессиями по автотехническому осмотру и ремонту автомобилей. Под руководством опытных мастеров ребята смогли попробовать себя в профессии маляра, автослесаря, инженера. Такую возможность воспитанникам муниципального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под названием «Центр кадетского воспитания» предоставили депутат Госдумы Владимир Васильев и руководство автоцентра. Владимир Васильев высоко оценил проект, и теперь он получил новую поддержку. Поддержка есть. Мы приняли законы, которые обеспечивают учебный процесс, чего раньше не было. Надо делать то, что сегодня мы здесь делаем. Чтобы наши дети быстрее выбирали профессию, чтобы поменьше было тех, кто не занимается толком ничем, а нашел себя, был полезен для общества. Вот тот самый момент, когда, приявляя претензии к стране, к обществу, к семье своей, каждый должен к малой родине отвечать на вопрос «А что ты сделал?». В рабочем визите на предприятие также приняли участие депутаты законодательного собрания региона и Тверской городской думы, а также представители образовательного учреждения. Наставники ребят уверены, что такой практический наглядный опыт гораздо эффективнее, чем теоретические рассказы о той или иной профессии. Здесь мальчишки и девчонки смогли не только увидеть все своими глазами, но и попробовать некоторые операции своими руками. «Проектов по поварентации очень много, но все оканчиваются тогда, когда приходят, посмотрел экскурсию, увидел и все. А здесь дали ребяткам пощупать, потрогать. И к величайшему удовольствию наши дети уже даже определились, кто, куда, зачем и почему, чем хочет заниматься». Представители бизнеса также возлагают серьезные надежды на тех, кто сегодня стал главными гостями предприятия. А это воспитание центра кадетского воспитания. По словам руководителя компании Виталия Киселева, те ребята, которых увлекут предлагаемые вакансии, с большой вероятностью сделают их со временем делом своей жизни. «Почему пришли к деткам? Потому что группы, которые комплектовываются в институтах и прочее, приходят без интереса, учатся профессии кое-как, и непонятно, знали ли мы эту профессию. Если мы начнем с детей, наверное, больше будет детей в группах среднего технического образования и высшего технического образования, которые будут тянуться к этой профессии. Мы это только выигрываем, получив для себя больше интересные кадры». И действительно, многие ребята проявили неподдельный интерес к самым разным процессам, с которыми их ознакомили в ремонтных цехах и даже приняли участие в командном состязании по использованию маслораздатчика, снятию верных показаний при помощи профессиональных измерительных инструментов, работе с шиномонтажным оборудованием. Кадеты побывали на экскурсии в кузовном цехе, ознакомились с работой стапеля по восстановлению геометрии поврежденного кузова и рам грузовиков. Этот процесс увлек даже высокого гостя. Интересно, что работы в ремонтных цехах вызвали интерес девочек. Пожалуй, не меньше, чем парней. Больше всего меня заинтересовал такой вид деятельности, как маляр. Я попробовала себя и в будущем хотела бы попробовать снова и снова. Мне это очень понравилось, заинтересовало. Есть шанс, что я поступлю и буду работать в данной экскурсии. Больше всего мне понравилось выпрямлять металл. Достаточно интересно. Подробно объясняли все, задавал много вопросов. Было очень интересно. Все объясняли, показывали. Владимир Васильев также отметил положительную тенденцию по сокращению числа сирот. В Тверской области количество сирот сократилось в 4 раза, а в стране в 3 раза. Это говорит о том, что губернатором области, правительством региона ведется продуманная политика в этой сфере. Ну и, конечно, самими воспитателями и обществом, сказал Васильев. Он также сообщил, что в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект о наставничестве, так как стране очень нужны золотые руки, которые собирают вокруг себя и воспитывают профессиональные кадры, подчеркнул лидер думской фракции. И уже в текущем году планируется открытие учебных классов для учреждений Твери и Тверского региона на базе одного из образовательных центров с целью профориентации выпускников и получения первичного практического опыта теоретических знаний.